Добрый день! Все время сказать, что все ссылки на канал Эдуарда и на видео, обсуждаемые в соответствующей части, все будут внизу в описании к каждому такому интервью, к каждой части этого интервью. Не забываем подписываться, делиться, ставить лайки, писать комментарии, почаще заходить на канал, сжать колокольчик, почаще заходить на канал к Эдуарду и хорошего вам просмотра. Вот сразу вопрос не по теме, немножечко сейчас в другую сторону. Можно что-то узнать о вашем друге, который помогает вам снимать видео? Это просто парнишка-хорват, мы с ним работаем вместе, он сам по себе инвалид. Левая рука вот эта не очень рабочая. Да, 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 это заметно. Вообще ноль. Вообще ноль. Просто мы так вот дружим на работе и так быстро друг выходит. Я говорю, слушай, дамер, у меня напарника нет, ты просто стой, а я буду на тебе медленно показывать, как все идет. У меня, в принципе, идей-то очень много. Но у меня нет условий, во-первых, рамотного противника, напарника где-то, скажем, в спортзале, вот это все снять, камеру поставить, все это по-русски объяснить. У меня, во-первых, русскоязычного нет, во-вторых, я пару раз, вот пару клипов с парень, потом там еще один, это самый клип, с одним немчиком снимал, а они никто не хотят. Я как-то говорю одному, я говорю, слушай, ты меня палкой побей, я буду показывать уход от палки в реальной скорости. И он говорит, можно, я говорю, а на видео можно снять? Он говорит, нет. И в принципе, у меня нет такого грамотного партнера, чтобы снимать видео, которые что-то делают. А там он просто, он стоит, он как манекен, вот я на нем показываю, и все, и то он ленивый такой. Да. Я бы очень много лучше показать. Я когда в интернете смотрю, например, смотрю на постсоветском пространстве школы Винчун, те, сказать, иногда волосы дымом стоят. Безграмотность, естественно. Что они там показывают? Ну да. Слушайте, ну тогда вот сразу вот этот вопрос. Вы упомянули о работе, о реферате, который вы писали, значит, опираясь на книгу вот Грандмастера. Мне сложно произнести его фамилию, я немножко видел. Вот. И, собственно, там вы проводили вот эту вот грань между единоборствами и боевыми искусствами. Если можно сейчас вот кратко изложить вот свою позицию на эту тему. Я как-то даже думал, это у меня вот там 6 или 7 листов таких, но они по-немецки, может их на русский перевести. Но это сидеть надо писать по-русски, потому что зачитать перед камерой. Но наш Сифу Кенспейт, он, значит, он занимался, он начинал где-то еще в году 60-м тогда, занимался боксом, каратэ, там, дзидо, вот это все. И именно для практики. Он специально приходил где-то в Гамбурге, там, в такие злачные места, злачные, пивные, и сидел, смотрел, как возникают конфликты, и записывал вот это все. Психологическую работу проводил. И у него большой опыт. У него даже какой-то там дам по каратэ есть, по дзидо какой-то есть. И вот он, потом он перешел, где-то в начале 70-х, он услышал что-то обеучен, связался с мастером Леон Тиньк, вот этот вот, и он стал у него заниматься. И он создал нашу европейскую вот эту федерацию. И в этих книгах он пишет действительно случаи своей жизни, и вообще вот как вот, что... Спорт – это одно, а улица – это другое. Но даже спортивный спарринг, он не готовит полностью спортсмена к уличной ситуации. Во-первых, есть правила ограничения. Во-вторых, двое бойцов выходят на ринг, они поклон, тут у них этот судья, вот они уже примерно знают, что будет там, будут бороться, будут руками, ногами бить. У них одинаковые весовые категории, но улица – это все по-другому. Он там приводит, например, высказывание некоторых бойцов ММА, которые советуют уличным бойцам. И все это упирается в то, что работа на опережение, уход как бы с линией атаки, обработка ударами и не идти в портрет. Вот так вот, в принципе, если в двух словах сказать. – Понятно, понятно. Интересно. Еще вот вопрос уже по Германии. Смотрите, вот когда объединились между собой Восточная и Западная Германия, я слышал, я на самом деле был в советское время только в ГДР, короткое очень время, и я не видел ФРГ, я не видел Западной Германии, не представляю, как там люди жили и как сейчас живут, не представляю. И многие сейчас говорят, что есть большая разница между западными и восточными немцами, что восточные, как бы это сказать, они немножечко, и отношение к ним несколько более негативное, что ли, да? И они несколько неадаптированы, и даже есть у них какая-то тоска, может быть, по этому ужасающему советскому времени и так далее. Это есть такое? – У них западные немцы, они немного более замкнутые, вот семья, соседями они не так общаются, а ГДРовцы бывшие, это как вот раньше было в Советском Союзе, я вот помню советские времена, мы днем двери на замок не закрывали на Урале, вы дети со школы приходили, на первом туре жили. Друзья приходят, позвонили, дверь открывают, заходят, говорят, здорово, что делаешь? Или родственники. Вот попроще отношения такие были. И вот у них так же. И поэтому, да, они подразделяются, немцы западные и восточные, но сейчас уже почти 30 лет прошло, это потихоньку уже все выравнивается. Но одно поколение должно, это самое, как сказать, пережить, вот это новое поколение должно появиться. Да, есть такое между немцами. Они, а эти с запада, а эти с востока, вот так вот, начинают чуть-чуть между собой. Я говорю, мы на Урале жили в советское время, мы двери не закрывали на домах. Я поехал 8 лет назад на Урал туда, прихожу в этом доме, я живу, пятиэтажки, решетки, двери железные. Вот это все, такая дикость для меня была. Потом у меня сестра двоюродная там, я у нее ночевал, у других родственников. Она говорит, Эдик, если с друзьями где-то закеросинишь там, с одноклассниками, останешься, ты нам позвони, на ночь, что ты не придешь. Вот у нас в центре ходи ночью еще, если что-то там с гостей. А на том поселке, где ты и вырос, лучше не ходи ночью там. Понятно, понятно. Да, да, вот я тоже это заметил, потому что мы когда сюда вот переехали, в Болгарии, например, тоже делали капитальный ремонт дома, вот купили дом, делали капитальный ремонт, и я строителям говорю, слушайте, дайте железную дверь поставим, там, еще что-то, они прямо на меня смотрят, как на сумасшедшего, говорят, ну и что, ты будешь как в тюрьме жить. А тут тоже, тут тоже такая ситуация, здесь, как правило, не закрывают, не запирают даже двери. Наши вот русские некоторые, вот был даже момент, когда они уезжали на какую-то экскурсию на трехдневную, у них дверь осталась открытой, вот, и так далее. Но это, конечно, сильно зависит тоже от места проживания, но в целом, да, тут более такая, ну, как бы более легкая такая криминальная среда, ее, ну, не ощущаешь ее буквально так вот. Да, это я понял. А вообще вот разница в менталитете между разными регионами в Болгарии, вот она, ой, в Болгарии, господи, в Германии, она ощутима? Да, то есть это не только диалектная разница, но и менталитет, в смысле, вот разница менталитетов, да? Я живу, это юг Германии, это вот недалеко от Штутгарта, получается, юго-запад Германии. Вот здесь вот этот самый юг, это самые такие консервативные Германии. Самые такие, они как-то больше, это самое, так вот, каждый за себя. А на севере где-то или там, там они люди попроще, да, это и есть разница в менталитете. Но это больше старики, например, потому что сейчас, ну, если взять так вот в целом, скажем, каждый второй из Германии, или у него какие-то эмигрантские корни, что-то вот такое, из молодежи. У кого-то родители там в Чехословакии, из Венгрии, из СССР бывшего. Кто-то вот, тут у нас тут пару миллионов, кто-то турки приехали, они уже 50 лет здесь живут, у кого-то уже там, уже внуки здесь родились, уже дети, внуки, они здесь родились. Они дома по-турецки говорят, а так вот на работе. На немецкий язык у них ни акценты, ничего нет. Интересно. Они приезжают в Турцию в отпуск у бабушки. В местности, где-то немцы приехали. Я слышал, кстати, да, что в Германии довольно много турок, вот, но, то есть это вот действительно, причем они повсюду, они не только в Берлине, не только в столице, они повсюду, да, рассеяны в Германии. Да, 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 вот большинство турки, раньше, которые приезжали, они, значит, приезжали в 60-е годы, значит, в Германии была нехватка рабочей силы, турки, итальянцы приезжали, и они большинство оседали, где рядом имеются какие-то большие заводы, большие фабрики, там работали, вот. Я здесь живу, вот здесь завод Ауди, где выпускают, я прямо, я там работал даже, я прямо вот, недалеко от него живу, и еще пару других больших, где-то пару тысяч рабочих, больших таких фирм металлообрабатывающих, вот здесь у нас много турков, у нас на работе много турков, я раньше 7 лет жил в другом микрорайоне, а 7 лет был постоянно клиент в турецком баре, а там турков было половина. А наши русские, наши немцы, за баром работают девчата, наши русские официанты, вот барменши, вот такой музыка, игра русская, английская, турецкая, все в перемешку. И вот сразу вот мне интересно, значит, вы говорите, что они в основном старались поселиться возле больших каких-то, промышленных центров, да? То есть это люди достаточно работящие такие, да? Вот вы знаете, интересно, что в Болгарии тоже, кстати, к туркам отношение как к очень работящему народу, а здесь это вторая нация, вот, и да, действительно, вот к ним именно такое отношение. И мало того, турецкие, как это сказать, и турецкие села, и такие города с преобладанием турецкого населения, это обычно довольно богатые такие места, да, то есть все это там, знаете, вот центральной площади, прям идеальная плитка, идеальные ремонты вокруг, и дома у них всегда большие, вот, то есть вот как-то видно, что люди стараются зарабатывать, вот это вот факт. И очень, и, кстати, нам вот ремонт делали тоже турки, ребята, я просто доволен чрезвычайно, вот, и особое уважение у меня, конечно, вызывает их мультиязычность, вот это вот. Насколько они могут легко переключаться с языка на язык, вот я, например, знаю нескольких ребят тут турок, которые четырехязычные, да, значит, они, естественно, болгарский, естественно, турецкий, естественно, английский, потому что по школе это нужно, и мало того, они ездят еще, зарабатывают, да, в какие-то там, в Британию, например, турки ездят зарабатывать, и в Германию, вот, кстати говоря, часто очень ездят, да, поэтому у них немецкий, ну, на уровне там общения, по крайней мере, какого-то простого, но он тоже присутствует, и это, конечно, вызывало исключительное просто уважение, когда люди вот так свободно, в принципе, переключаются с языка на язык, вообще это интересно, да. Слушайте, а вот такой вот вопрос по поводу, вы упомянули в самом начале нашего разговора о том, что ввели какой-то поиск, вот вам нужно было что-то такое прикладное найти, да, что-то боевое, и в итоге вы обратились к Винчунь. Вот если можно, об этом поподробнее. Да, я, значит, немного занимался боксом, потом нашел одну школу, там типа уличный кикбоксинг был, то есть что-то похожее на тайский бокс, тоже удары по ногам и все такое, но потом этот немец он там эту школу закрыл, потом я несколько лет не занимался, переехал в другой район, в другой район Германии, в другую республику, там как раз женился, то все, и потом, у меня все время было такое, в спорте спорт, да, в спорте я могу плавать ходить, тяжелой атлетикой заниматься, а тут что-то вот такое надо, боевое, на всякий случай, потому что я понимал, вот я женился, у меня сын родился, мне же как отец надо пацана-то научить, как-то вот такое вот это все. Потом мне случайно попалась книжка от нашего Си Фуркяншпехта, одна из его самых первых книг 80-х годов, типа, ну если по-русски перевести, можно сказать, поединок как бы она называется, вот. И там я в одном журнале, значит, рекламу увидел эти книги, и там написано, значит, было короткое содержание, и, значит, неправильный удар в боксе и в других боевых, единоборствах, значит, какой неправильный удар, какой-то боксер Чу-Чун, там, говорю, ну как, купил эту книгу, и она объясняет разницу между вертикальным и горизонтальным ударом. Думаю, ага, думаю, как найти школу Винчун? Да, тогда еще интернет, ну, так слабо, в 90-х тогда слаборазвитый был, то есть, но я потом, где-то там в журнале нашел телефон от нашей федерации, позвонил, говорю, у вас школа где-то в нашем городе есть, она говорит, в нашем городе нет, но есть в соседнем городе. Но я дала мне координаты тренера, я позвонил, приехал, значит, на тренировку, и мне сразу это понравилось. А вот чем понравилось? То есть, без вот этих высокоамплитудных ударов, руками, ногами, все, вот это прилипание к противнику, и вот удары, что меня всегда, как сказать, мне нравилось, вот в реальном бою, это работа руками. То есть наносишь град ударов, ты не даешь противнику опомниться. Я тогда уже боксом занимался, к боксу это немного, что-то все равно понимал. Я говорю, как это, как это, он мне раз показывает, показывает, что-то есть, чувствует, у меня вообще ни одного шанса, вообще ничего, по-моему, так слегка рационально работает, легкий контакт, я ничего не понял, я света белого не вижу, на квартире-то начинаю. Понятно. И вот так вот, подсознательно, да, подсознательно я искал именно самооборону. Я почему-то думал, ну как вот боксеры на улице часто неплохо дерутся, это вопрос тоже спорный, но я думал, ну, значит, что-то вот есть такой руками. Что-то больше надо руками работать. И когда я ходил на уличный кикбоксинг, что-то типа там сборная солянка была, само кикбоксинге, но немного, вот и разные захваты. И нам тренер тоже говорил, самое главное в уличном бою, это кулак, забудьте вот эти все удары ногами, он сам какой-то у него дамп от тэквондо, там было ногами этим махал, он говорит, на улице забудьте его, бейте в голень. Удар в голень, это очень болезненный удар, удар в морду одновременно, он что-то, на вроде Вим Чун, что-то подобное тоже делал, он тоже делал встречные удары, что-то там он брусли посмотрел, что-то было похоже на Вим Чун. Вот так я пришел, познакомился с Вим Чун, я остался, мне понравилось. Если просто спортом заниматься, сколько видов спорта? В теннис играй куда-нибудь там, не знаю. Понятно, понятно. Сейчас, вот у меня по поводу Вим Чун, как раз вот был сейчас вопрос, и что-то вылетело из головы сразу. Сейчас, 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 одну секунду, одну секунду. А, вот, как часто вы посещаете, как часто тренировки у вас вот происходят в клубе? У нас тренировки 6 дней в неделю. 6 дней в неделю, то есть каждый день фактически вы занимаетесь? Да, значит, по вечерам 6 дней в неделю для взрослых, после обеда для детей, для подростков, и в среду и в четверг для тех, кто работает во вторую смену, у них с утра, с 10 до полдвенадцатого, у них есть с утра тренировка. Я вот с этим сменом работал, я иногда даже ездил до работы на тренировку. Так что, я как-то был одно время безработный, я каждый день на тренировку ездил. И тогда зимой СИФ вышел, даже в воскресенье открывал. Он говорит, да, для пары неуговонных там, 3-4 человек. Приезжайте в воскресенье, занимайтесь, это самое. Здорово, здорово. Да, один раз вышло, 12 тренировок за неделю. Здорово, здорово. Да, но я занимаюсь регулярно 3 раза в неделю. Потому что я для себя, я все-таки работаю, и то и все, и для себя еще как-то вообще так фитнесом занимаюсь. И в принципе, даже по воскресеньям, вот так я обычно в церковь схожу, пройду в церковь, отдохну, и после обеда еще что-то делаю. В принципе, бывает 7 раз, да, часто бывает 7 раз в неделю, а хоть что-то делаю. Или, например, у меня вечером тренировка венчун, я на работе где-нибудь зайду, на склад, там пару склада жмусь, пару серий сделаю ударов, а вечером иду на тренировку. Ну и что каждый день на великий езжу. Это тоже... Да-да, конечно, конечно, конечно. Вот такой вопрос. Вы упомянули о том, что были какое-то время безработным. Просто для россиян, знаете, вот россияне, я просто заметил в беседах со своими знакомыми, которые остались там в России, россияне очень боятся, очень боятся потерять даже то, что имеют. Ну, казалось бы, и так немного, но все равно, вот даже за эту соломинку они держатся. И когда заходит вопрос о том, ну вот, как вот люди переезжают, ведь это же, как же это другие, там другая страна, там все другое, вот я приеду, я там никому не нужен, вот безработным я буду, еще что-то такое. Вот скажите, каково это вот было в тот момент? Ну, в принципе, да, если человек совершенно не знает языка, совершенно другой менталитет, другая культура, приезжает, его как в холодную воду закинули. Если у него здесь не роднее ничего, и профессия, скажем, не какая-то такая, там, ну, какой-то программист высокого уровня, или что-то, он здесь, если он получит, например, политическое обежище, или как-то, он здесь будет каким-то чернорабочим. Но материально он не будет хуже, чем в России. А я был безработный тогда, 2008-2009 год, был большой кризис всемирный, и у нас на заводе реально увольняли, и я был безработный, но я думаю, время зря терять не буду пока, но все равно вообще везде увольняю, где сокращение, буду заниматься каждый день, чем занимался. Потом подрабатывал на виноградниках даже, подрабатывал грузчиком, вот так вот. Потом опять нашел работу, вот сейчас уже несколько лет работаю в электроцессе, значит. Ну, платят не так сильно много, но и работа такая, как сказать. Если работаешь по сменам, за смены добавляют, но по сменам я в несколько лет работаю, в три смены тяжело это. А так у меня одна смена, до четырех, в начале пятого я дома, у меня 20 минут на велике, тут все, на тренировку у нас меньше денег, но больше свободного времени. Да, вот здесь я вас тоже поддерживаю, я тоже считаю, что время это самый такой невосполняемый ресурс, и если им торговать ради денег, то в принципе не остается времени ни на что, кроме зарабатывания этих денег. Я согласен с вами совершенно, да. Слушайте, а вот еще такой вопрос. Ваши одноклубники, им приходилось тоже участвовать в каких-то потасовках, какие-то есть рассказы о том, как они пользовались теми знаниями, которые они в клубе получают? Приходилось. Наш тренер, наш сит, он даже, так сказать, security в этой охраннике, он подрабатывал. В нашей федерации можно сделать даже лицензию от нашей федерации. Там у них, значит, самооборона вот это все, плюс вот эта езда на машине, стрельба, это все у нас можно тоже диплом килохранителя сделать. И он этот диплом сделал, немного подрабатывал. И он рассказал интересный случай. У него где-то был первый, второй дан, тогда еще несколько лет назад, был какой-то праздник, наши местные немцы, почитай, отмечали, там пару сотен людей, и пришли несколько, пару пьяных русских. А этих охранников было человек 10, и это, они говорят, ребята, вы пьяные, они что-то невежливые, немцы сами по себе вежливее, чем наши русские. Ребята это самое, ходите, обиделись, пошли позвали толпу, приходили, человек 40-50. Вот такие пацаны русские, лет по 20-18. И тренер говорит, ну что, пришлось биться, я подумал о моих детях и все, я говорю, ты боялся, он конечно боялся, но, говорит, некогда было, надо было действовать. Но у них были перчатки, вот спереди на костяшках Он говорит, представляешь, бьешь в морду русскому, падает и встает. Он говорит, что ничего так обошлось. В принципе, большинство из наших, кто у нас ходит, это простые работяги. Простой человек, работяга или с женой приходят. Молодые ребята приходят, занимаются и все такое. Ну, а немцы вообще не конфликтная такая нация. Если что-то на это сам, он лучше отойдет, он пойдет в полицию и заявит на тебя с одной стороны. Но у меня, например, один тружок, Симон, парнишка местный немец. Мы с ним часто раньше делали полнокатапный спарринг в экипировке. Он рассказывал, он говорит, что был какой-то праздник, а он такой рок-музыкант, любит выпить. Он, например, за пивом пошел. Вот так подхожу до прилавка, беру пиво, по стакану для друзей, поворачиваюсь. И мне, говорит, кулак в морду летит. Какой-то там подвыпил, что-то сбоку, раз, ему, говорит, не понял, поворачиваюсь, и что? Он вот так. И Симон просто пошел вперед, бум-бум-бум, ударами, завалил, тут головой об скамейку ударился, лежит. Опять приехал в полицию, но свидетель Симон говорит, что на меня напал, но я его отправил в глубокий накал. Потом, как-то он говорит, у нас тут праздник, где я живу много виноградников, и свежее вино, когда в сентябре бывает праздник в городе, значит, вино там это все молодое продают. Симон пошел туда, нахрюкался, иду, говорит, на мобиле, что-то печатаю, иду, вот так вот, палуба покачивается. Он сам по себе мирный человек, но он такой метр девяносто, килограмм сто такой накачанный. И, говорит, мужик, когда пьяный идет, эй, с дороги, бум, меня толкает, я говорю, в кусты улетаю, что такое? Стою, он опять такой, я говорю, опять бомбу, серию ударов, он упал, говорит, я убежал. Да, короче, венченого лица функционирует. Понятно, понятно. Слушайте, а вот такой вопрос, просто сейчас вот я возвращался немножечко мыслями к тому, что вы уже рассказывали о себе. Вот ваши дети и внуки, они говорят на русском? Старший сын, он чуть-чуть понимает. Я, скажем так, у меня был два раза женатый, да? Старший сын, у меня такие там тапочки, пельмени, пирожки, вот такие пару слов. А от моей второй жены дочка, и она русская сама. От первого у меня жена была тоже немка, как этническая. А вторая жена, она русская, у нее там родители в России и все. И дочка моя, она понимает все по-русски, и сын младший понимает. И они говорят, но они говорят по-русски, это старый киргизий. То есть они в Германии выросли, вот что мама дома говорит, они дома. Мама с ними так по-русски, по-русски, раз немецкие слова вставляет, вот так вот это все одно такое получается. Сейчас у меня дочка, сын и мои внуки, они сейчас у прабабушки там под Краснодаром в гостях в деревне. А внуки, они по-русски понимают, но они отвечают по-немецки. Понятно, понятно. Интересно. А вообще, вот скажите, вообще в принципе, имеет какой-то смысл любому человеку, неважно, из постсоветского пространства или этническому немцу вообще, который постоянно жил в Германии, имеет смысл вообще знать русский язык? Или уже никаких перспектив в принципе в этом смысле нет и как бы и не имеет смысла даже знать этот язык? Ну, язык никогда не помешает, только раз, знание языка, да. И плюс, раньше вот было такое, что вот, когда вот перестройка прошла все это, начало 90-х годов, вот это все кооперативы, интернета еще не было, связи такой не было. И многие русские немцы, так как они знали язык, они какой-то бизнес налаживали, с Германией что-то, какие-то совместные предприятия, они в роли там посредника, переводчика, что-то такое. Сейчас это, конечно, все проще стало, в России многие английский язык знают уже, вот эти предприниматели интернет, но в принципе, да. Да, или вот есть даже некоторые спортсмены разные, вот единоборцы есть, которые родом с бывшей СССР, они вот краф-мага, что-то такое, в интернете приезжают, эмигранты и в России, что-то там, какие-то клубы что-то открывают, вот такое, да, есть. Если по работе, ну в принципе, ну не помешает, но не так, в принципе, сейчас все по-английски говорят. Да, имеет, но не такое большое значение. Вот я вчера с этим Алексеем разговаривал, который мастер-спорт по прыжкам в воду, а он говорит, там, говорит, меня зажимали, здесь я, говорит, чемпионом мира стал. А сейчас, говорит, я на соревнования езжу, а с русскими общаюсь, спортсменами. Он говорит, мне предложения даже были, чтобы я в Москву переехал, тренировал. А деньги, типа, поплатили за это, но он что-то не хочет. Ну да, 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 понятно. Интересно, здесь просто в Болгарии тоже такая ситуация. Когда-то был русский язык востребован, естественно, потому что это была, ну, 16-я республика практически, Советского Союза. Вот, да, на сегодняшний день вот молодые люди вообще не владеют русским языком и пытаются просто найти аналогии между болгарским и русским языком и только таким образом пытаются понять, что ты им говоришь, например, на русском. Ну, как правило, темп речи не совпадает, динамика и тональность не совпадают, поэтому трудно им понимать, конечно. Только старое поколение более-менее русский понимает язык. Как в Прибалтике. Как в Прибалтике. Как в Прибалтике, ну да, 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 совершенно верно. Вот есть Сифу Дмитрий Сташевич. Тогда один наш Сифу, я еще тогда учеником был по Винчун. Один Сифу из бывшего ГД, он ездил туда, он шеф Дмитрия Сташевича. Дмитрий Сташевич сам тогда еще молодой был, а я ездил, типа, как систем-переводчик. Я был там, у Дмитрия и дома был, и жену его знаю, и все такое ВКонтакте, мы дружим до сих пор. И в Таллине, там как, большинство эстонцев, там старики понимают по-русски, мы там семинары проводились, значит, я это ассистировал, и потом ездили, там большинство эстонцев в Таллине. А туда поехать ближе к городу Нарвия, где Димка живет, там 95% русских. Там немец этот Сифун говорил, я переводила систему на русский язык. Старые эстонцы не понимают по-русски, а молодые уже нет.